приветствую вас дорогие друзья в этом видео поговорим с вами про объект 259 а 23 июля сегодня когда я делал видео последний день марафона купальская колесница вот он весь такой вот объект 259 в стиле который выдается когда все пройдешь в марафончике было 15 заданий очень много зрителей писали о том что очень быстро и легко прошли этот марафон я марафон прошел этот за 5 дней при том что я играл на новом аккаунте где нету практически ничего там нет им бовых премов там нет в принципе прямо купленных вообще ни копейки туда не вложил там ни одной ветки еще до конца не докачано я только вот две начал и все выбор танков почти нулевой поэтому некоторые задания я проходил на премиум танчиках которые дали в аренду на танках которые я там качаю ветках поэтому получилось аж пять дней потому что некоторые задачи я долго делал потому что мои танки под них вообще не подходит задача которая многих танкистов притормозила это 7 раз заработать 850 чистого опыта эту задачу я выполнил буквально там за десяток боев на британской ст колесной седьмого уровня которую понерфит в следующем патче я ее сейчас чуть побольше покатал чтобы пройти ее пока она еще имба поскольку в следующем патче она уже буквально завтра превратится непонятно во что зрители попросили пока не продавать этот танчик чтобы завтра посмотреть во что она превратилась поскольку на тесте невозможно протестить ничего кроме десяток ниже 10 уровня бои вообще не собираются поскольку там в очереди никого нет кроме десяток поэтому вообще непонятно что разработчики сделали семеркой во что она превратилась завтра выйдет патч мне как раз там надо x2 сбить на этой семерке я собью и заодно за один бой там или за два посмотрим во что она превратилась насколько стало хуже да и в принципе все итак возвращаемся к марафону я его делал долго 5 дней поскольку у меня выбор танков почти нулевой на чем было на том проходил если бы я проходил на своем основном аккаунте я бы за пару дней закрыл этот марафон там за два за три дня максимум поскольку некоторые задачки на танкование на на свет и так далее выполнялись бы в разы эту и в десятки раз быстрее чем делал я на этом аккаунте на пустом приходим к выводу что если у вас большой аккаунт с кучей танков огромный выбор и у вас есть скилл то проходится этот марафон очень легко если у вас слабенький аккаунт и выбор танчиков небольшой либо вас у самих не хватает понималки придумать правильный танчик под задание то вы будете делать это дольше заметно дольше прям раза в два плюс еще если скилла в принципе мало то некоторые задачи до будут сложные но в целом марафон не сказать что непроходимый но это все цветочки а как же ягодки а ягодки у нас следующие главная награда этого марафона объект 259 а мне этот танк что не понравился 9 месяцев назад когда его получил в аукционе на основном аккаунте что он мне не нравится сейчас я играл на нем досылатель стабилизатор экспериментальная турбина сыграл на новом аккаунте 9 боев со средухой 2000 оборудование беленькая серенькая там как ходить его называйте за серебро другого там нет экипаж там то ли один перк докачиваются то ли второй начался в общем немного если слишком сильно не вкладываться в этот танчик связи с тем что нечего вкладывать то он просто как ведрище ну раз уже заговорили про оборудование то вот вам и поливаем модернизации и давайте тогда уже и броню посмотрим прикол этого танка что у него узкая нлд но очень тонкая но и сама влд не особо то танкует различные прям танки с пробитием 240 250 очень легко пробивает этот танк влд плюс еще два лючка на башне которые тоже не сложно пробиваются многие понасмотрелись там всякий гайдов стали умнее и рассказывают как на нем танковать обратным ромбиком обратный ромбик это замечательно только есть одна проблема в этом обратном ромбике с какой бы ты стороны не смотрел на этот танчик у него лючки всегда видно хоть обратным ромбом хоть передним хоть поперечным хоть продольным различные ромбики выставляешь когда ты выкатываешься стрельнуть по врагу у тебя все лючки видны и даже когда ты все равно допустим забывая что у нее есть лючки когда ты выкатываешься обратным ромбиком, очень тяжело сделать так, чтобы соперник не видел скосы на корпусе на жопе, поскольку там брони тоже нет. И эти вот уголочки на жопке очень часто принимают урон. А если перекручиваешь сильнее, то верхняя часть борта треугольного начинает пробиваться. Ладно, допустим, мы танкуем, а враги не попадают в эти скосики, а лючки они не знают, где они там есть. Но у нас пушка очень кривая. У меня точность получилась 0.39, стабилизация плохая, сведение почти 2.6 там примерно. Так орудие вниз еще и на 6 градусов всего лишь опускается. И без турбины танчик очень вяло ездит, с турбиной хоть как-то ворочается. Я был бы согласен с некоторыми минусами у этого танка, если бы у него где-то были плюсы. А то так получается, что положительных сторон кот наплакал, а отрицательных целый вагон. По статистике у этого танка что-то там даже планка неплохая. Что-то в районе 2.900 или 800. Но когда начинаешь играть на этом корыте треугольном, задотанкующем, непонятно на что похожий. Он якобы типа Объект 260, только премтанк на 8 уровне. Ощущение, что здесь взято худшее от Объекта 260, поскольку он себя на 10 уровне чувствует нормально. А вот это Колымага. Но он попросту многим не нравится. И мне тоже. Если бы у него было бы у ВНов больше, а орудия приятнее, со всем остальным я бы согласился. Даже с этой там не очень броней. Но такие мучения и ради чего? Чтобы на большом танке, на таком огромном, вечно не опускалась пушка. И даже если она опустилась, она попадает просто когда повезет. Поскольку ни точности, ни стабилизации, ни сведения, нормальные тут нет. Да, есть хорошее пробитие кумулятивом. Но зачем оно нам нужно, если какая разница, с каким пробитием мы будем попадать в землю? Оно просто кривое. Чаще всего мы и под калибером пробьем, если попадем. Да, шансов пробить кумулятивом с пробитием 285 все же побольше. Но еще больше шансов, когда ты попадаешь туда, куда ты целился, уязвимую какую-нибудь зону. Да, на какой-нибудь плоской карте городской. Можно стать там ромбиком обратным, немножко потихоньку потанковать, поромбовать. Но пушка все равно кривущая. А бои, где карты с рельефом, для нас вообще проходят очень больно. Шась радусов это самое мучительное, что есть в этом танке. И вы с этим будете бороться каждый бой. Так и все остальное не особо-то классно. Всех, кто получил танчик по марафону, поздравляю, что пофармили серебра или получили затычку в ангар. Кто не прошел марафон, вы в принципе немного потеряли. Да и рандом сейчас очень плохо. Благодаря великолепной работе разработчиков с ранним доступом, а также еще и одновременно марафон и натиск. Рандом прям цветет и пахнет. С вами был Варчик, карать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.